Добрый день! Сегодня на Nissan Murano Z51 заменим сальник правого привода, который выходит из раздатки. Сейчас здесь не видно. Поднимем автомобиль, снимем колесо и покажу. Начинаем с того, что поднимаем автомобиль. Снимаем колесо. Снял колесо. Здесь вал промежуточный стоит, поэтому не видно. Ладно, поднимаем дальше, снимаем защиту двигателя и там будет видно. Поднял автомобиль. Вот такое сырое удовольствие вдруг случилось. Сейчас снимаем защиту. Смотрим. Было все сухо, появилось пятно и вот как оно растянулось. Это все произошло быстро, буквально в течение двух-трех недель. Защиту открутили, снимаем. Ослабил два задних болта. Вот этот и вот тот. Передние два болта открутил. Там прорези. Опускаем. Поднялся. Ну что, идём смотреть, что там. Вот, получается, всё мокро, мокро, откуда. Да, он вымотан под сальником всё, видите, из подсальника чисто, и вниз всё течёт. Да, вот отсюда. Снимаем сейчас промежуточный вал, снимаем, откручиваем привод. Начнём с того, что откручиваем вот эту гайку ступичную, откручиваем цапфу от стойки, датчик отключаем и вытаскиваем привод. Вытащим привод и дальше уже будем откручивать промежуточный опорный подшипник промежуточного вала, чтобы вытянуть привод. Ну и попутно сливаем масло. Начинаем её. Снимаем шплинт, фиксирующий гайку. Шплинт уже устал, отломался. Теперь фиксируем тормозной, я его через ребра вентиляции засовываю отвертку и фиксирую. Берём головку на тридцать два, спокойно откручиваем. О! Привод пошёл легко. Обычно бывает туго. Это показатель того, что смазывалось. члецевая. Снимаем фиксатор тормозного шланга. откручиваем гайки, которые держат цапфу. там баллонник на 21 головка. Толки на болты. Толки на болты. отводим ступицу и выталкиваем привод. при этом датчик ABS не оторвите. Снимите вот они крепления. провод датчика. Привод мы с нами. Ну и подвяжите цапфу к стойке, чтобы её на шаровой не ломало, чтобы усилия не было на шаровой. Берём, подвязываем. Откручиваем вот этот болт. Головка на 16. Я её предварительно сорвал. Я думаю, что вот этот кронштейн, он половинец. И этот привод у нас снимется без основного кронштейна. Основной кронштейн останется у нас на блоке. Сейчас попробуем. В принципе, так должен быть. Со второй стороны есть такой же болт. Вот он стоит. Тоже на 16. Берём его, откручиваем. Сливаем масло с раздатки. Вот она пробочка. Здесь шестигранник на 10. Масло чистое. Было. Нальём ещё чаще. Так. Масло мы слили. пробуем отодвигать привод. О! Пошёл. О! Ура! Сейчас откручу стойку стабилизатора. стойку стабилизатора. Мешает отодвинуть её. Сейчас стойку стабилизатора откручу в верхнюю часть и отодвину в сторону. Вытащил я привод. После того, как раскрутил стойку стабилизатора, я её открутил в верхнюю часть. Стойку немножко отжал и вытащил привод. Привод вытащил. Ну а дальше я его располовинил здесь на две части. Пометил. Здесь вот стопорное кольцо. Здесь шицевая. По внутренней гранате два-три раза ударил, она сошла. Ставить будем по отдельности. Почему? Потому что ставить неудобно. Надо по прямой соосность выдержать, чтобы сальник не порвать новый. Поэтому сейчас здесь всё протираем. Вот это посадочное зачистим. Помажем ВДшкой. Там хорошо всё смажем. Чтобы когда-то ещё придётся что-то делать. Чтобы она так же легко снялась, как у нас здесь снялась. Ну а сейчас, в данный момент, снимаем сальник. Добираемся до него. Там сальник стоит. Вот. Снимаем. И ставим новый. Придётся помучиться, но что сделать. Всё получится. Так, ну что, снимаем сальник. Сейчас попробую показать, как. Не знаю, получится, не получится одной рукой. Так. Беру фонку и вот снизу завожу фонку вверх. Я начал его снимать. Так, сейчас подцеплю. Всё, снял. Получилось. Таким образом снимаем сальник. Оставить ещё не придумал как. Сейчас как-нибудь поставим. Продолжаем. Вот старый сальник. Так посмотрел. Кроме того, что я его повредил. Так-то повреждений особых у него нет. Сам он не задубевший. Кромка не выработана. Почему бежал, непонятно. Здесь у него какая-то деформация интересная. Вот если видно. Вот она. Это сделал не я. Это, видать, при установке завернули вот этот пыльник. Возможно из-за этого он и бежал. Потому что вот она выработка. Вот отсюда. И вот. Вот сегмент. Отсюда и досюда. Вот она выработка. Вот поэтому он и бежал. Видать, грязь попадала и подточила. Ага, да. Вот она и кромочка с этой стороны. Она вся сточенная. Сейчас новый достану. Новый сальник мы будем оригинальным тоже использовать. 33142 4N200. Вот у нас сам сальник. Он идет сразу смазанный. Внутри смазка набита. Кромочка вот эта, видите, ровная. Вот его пожеванная. Поэтому ставим аккуратненько, ровненько. И когда будем привод ставить, возможно, чтобы привод ставили целый, не половинили его. Из-за этого, наверное, и подвернули пыльничек. Ладно, ставим сальник. Сальник вставил. Лучше всего, конечно, изготовить под него оправку специальную. Вот так вот помучился. Минут, наверное, 30 я туда все вставлю. В итоге вставил. Отсадил вот этим шестигранниками его по периметру. Постучал. Померил, кромка вроде ровная. Так что, ставим вал. Вал промежуточный протер. Ставим его. И так далее. А где будет? Продолжение следует... Вал вставил. Сейчас попробую его еще вытащить и вставить, покручивая, чтобы пыльник тот опять не зажал, а как он был зажат. Проверил. Вроде нормально встала, вытащил, посмотрел. Ничего не поджато. Вставил на место. Здесь снизу уголок на кронштейне подшипника. Этот уголок вниз ставится и она заходит на штифт. Берем болты. Мажу резьбу ВД-шкой. И закручиваем оба болта. Болты затянул. Теперь берем привод. Одеваем нашу штицевую. Здесь стопорок. Сейчас его вот так вот поставим. Одеваем привод. Все. Привод на место вставил. Стойку на один болт повесил. Ставим второй болт. Наживляем гайки. Ставим тормозной шланг на место. Наживляем гайку привода. Ставим на место провод ABS. Затягиваем. Затягиваем. Гайку привода затягиваем так же, как откручивали. Фиксируем отверткой через тормозной диск. Фиксируем теперь не через низ, а через верх. Все, зафиксировали, закрутили, вытаскиваем. Теперь шплинтуем. Шплинта сейчас нету, завтра куплю новый поставлю. Ставим пыльник сюда. Шплинzt, как говорится. Шплинт. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вот заливная пробка... Головка на 12, подлазить очень неудобно... Открутить я ее... Открутил... Сорвал... Вот она... Вот такая вот пробка... Диаметр большой... Через нее берем, заливаем... 310 грамм... Заливать шприцом буду... Масло залил... Через пробку побежал... Пробку затянул... Где удобно было... Протер... Остальное потом... На мойке заеду... Керхером... Ну все... Масло налили... Шплинт... Пока... Того нету... Но... Куплю... Взял старый... Разогнул... И просто с двух сторон согнуть... Вот таким образом... Все... Ставим колесо... Также решил заменить масло в редукторе заднего моста... Открутил... Верхнюю пробочку уровню... Пальцем масло достаю... Но... Краешек... Поэтому... Сливаем старое масло... И заливаем... Бито здесь на 10... Что на заливной... Что на уровневой пробке... На сливной... То есть... Что на 속ину... Эли... Some стра Dark и... Поносис Fewer luckily... У т… Ну а также... Я беру карие... Х undeинка, Элипаж... Мы termsе, Какое, белое, великое... Колесо даже, indruckотивировал... Какой сделал... вкуснее... Не гордades... Колесо... paralyzed... масло в принципе не сильно грязное но 120 тысяч его никто не менял не сильно грязное Масло слилось, пробочку закручиваем. Масло заливаю вот такое, Эниос GL5-7590. По регламенту здесь 80-90 идет, но я полусинтетику решил. Поблить. 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 Здесь это 500 грамм должно быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...